День сельских женщин Ушистые, ушастые, прям такие ух! История фермы Хурчиных началась 4 года назад. И возможно фермы не было бы, если бы не женская тоска. Наталья и Анастасия к тому моменту уже давно жили в Тольятти. У Натальи был свой бизнес, Анастасия работала в компании, связанной с автостроением. В Тольятти они переманили и маму. Однако Елена Евгеньевна в городе заскучала. Прожила я там Зину и говорю им, девчонки, я ваш город не хочу, купите мне немножко кроликов, немножко гусей, немножко кур, немножко утки, я вам мясо вырошу. Они мне первый год и купили 2000 гусей, птиц вообще всей. Я без ног оставалась. Кроликов же было сначала немного, всего 12 голов. Но в итоге Хурчины решили делать ставку именно на ушастых. Потому что в отличие от гусей и кур, они по двору не бегают, не кричат и соседям не докучают. Правда и кроликов содержать нужно уметь. Вот Хурчины и учились. Ездили к другим кролиководам, изучали рынок сбыта. На свои деньги построили ангар, а с покупкой клеток помог грант для начинающих предпринимателей. Сегодня на ферме Хурчины живет около 2500 кроликов. В основном это представители новозеландской породы, у которых туловище больше, а голова меньше, чем у других кроликов. Естественно, для такого количества животных нужны особые условия. Это главное подобрать климат. У нас здесь есть вентиляторы, которые вытягивают аммиак от жизнедеятельности кроликов. Есть также охладительная система, которая летом поддерживает температуру оптимальную для их жизнедеятельности. Главное, чтобы не было сквозняков. Так практически никаких проблем нет с ними. Главное, чтобы температура одна и та же. Анастасия – это главный человек на ферме в плане производства. Это она следит, чтобы кролики были здоровы, вовремя накормлены, напоены в клетках, чтобы была чистота. Она же следит за крольчатами, и если кто-то из крольчих отказывается их кормить, отсаживает детенышей к другим мамам. Анастасия вместе с кроликами от рождения и до смерти, которая ждет большинство из них в три месяца. Да, за боем занимается тоже Настя, вместе со своей помощницей. Казалось бы, дело это мужское. Да с мужиками-то беда. Ну, у нас просто уже деревня маленькая, в основном одни пенсионеры. Так что не найдешь мужчин работающих. Тоже все мужчины уже пенсионеры. Им это не надо. Вот и выполняют почти всю работу на ферме женщины. Даже камазы они разгружают. Они же следят за другими питомцами. Кроме кроликов, куртины разводят свиней, но уже не в промышленных масштабах. А для души по двору бегают 25 кошек, которых им иногда даже подбрасывают. Кого мы на ферме не застали, так это старшую из сестер, Наталью. Она в этот день уехала в Самару договариваться по поводу реализации продукции. Наталья – это человек, отвечающий за все бизнес-процессы. Это она придумывает новые виды продукции с крольчатиной, колбасу, сосиски, тушенку. Она же продвигает в магазины все, что производит их ферма. Да еще и в Тольятти успевает параллельный бизнес вести. Как сама признается, она сельская женщина только наполовину. Вот и мы застали ее в городе, на традиционной щельхозъярмарке, где бизнес-вум перевоплотилась в продавцы крольчатиной. Те, которые давно меня знают, они, конечно, удивляются, зачем мне нужно было создавать такое хозяйство. С другой стороны, когда я им говорю, что я как консультант, во сколько консультирую, но когда я своими руками полностью делаю само производство и знаю все нюансы производства, конечно, это мне самой добавляет статус, именно как консультанта в бизнес-процессе. К тому же Наталья признается, что сельский бизнес – это определенный риск, потому что бизнес-план – это одно, а животные на ферме – другое. И вряд ли ты запланируешь, сколько крольчат принесет и в этот раз кольчиха. Но Курченых трудности не пугают. Их желание – только развивать свою ферму и передать ее своим детям и внукам, которые с кроликами дружат с рождения. Игорь Улитин, Юрий Коникин, Яновская правда.